Приветствую, мои возлюбленные подписчики! С вами Мирослава Таролок, вы на канале Поцелуй Вселенной. И сегодня мы сделаем с вами небольшой расклад на тему «Желает ли он встречи с вами?». Он — это, может быть, не только мужчина, но и женщина, в зависимости от того, кто меня смотрит. И у нас с вами будет три варианта по числу ракушек, лежащих на столе. Вы можете выбрать любую, которая вам подвигнёт, улыбнётся, поманит к себе. Итак, первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. По первому варианту. Хочет ли он встречи с вами? По Желав. Ну, здесь однозначно да. Однозначно да. По Желав — такая карта. Несколько робкая, но в то же время готовность есть. По Пажу Жезлов есть желание, есть интерес, взаимный интерес, конечно же, в данном случае, иначе бы вы не смотрели на этого человека. Да, тут однозначно есть. И, вероятно, в скором времени вам поступит приглашение на свидание, либо же какое-то предложение интересное, провести время вместе как-то. Здесь однозначно да, хочет вас увидеть. Хочет. Так, посмотрим второй вариант. Ой, Рыцарь Жезлов. Тут у нас прям градация идёт. Паш Жезлов, Рыцарь Жезлов. Здесь однозначно да, здесь желание ещё более сильное, более интенсивное. Рыцарь Жезлов, он у нас уже тут прям в боевой готовности. Здесь уже чувства гораздо более сильные. Возможно, по первому варианту мало друг друга знают люди, либо же, наоборот, несколько уже подостыли. А вот здесь уже, именно здесь, в этом варианте, как будто бы недавнее знакомство и такой очень яркий, бурный интерес. Вероятно, эротического плана у многих здесь проиграется. Однозначно желает встречи тот, кто загадал второй вариант, однозначно. Так, и третий вариант. Справедливость. Старший Аркан. Как интересно. Такое ощущение, что человек оставил это на волю судьбы. На волю судьбы. Да, давайте уточнять. Всё-таки Старший Аркан. Справедливость довольно неоднозначный. Хочешь ли ты увидеть человека, кто загадал тебя? Ой, ну тут было расставание, уход. Чьей-то стороны, вероятно, того, кто смотрит. Ну, не факт, конечно, но тем не менее. В общем, был уход из отношений вас или же партнёра. Отношения были трудные, кармические, по-старшему Аркану справедливость. Это всегда непростые отношения, в которых люди учат друг друга чему-либо. И это довольно болезненные уроки. И всё-таки вот ты ушёл с тяжёлым сердцем. Это всё понятно. Ну, ты... Ну, хочешь ли ты увидеть? Откройся нам. Ну, конечно, да, однозначно. Тут, смотрите, шестёрка кубков выпала. Карта воспоминаний, ностальгии о былых временах, о золотом веке в отношениях, о наслаждении друг друга, о свидании. Видимо, мальчик тут дарит девочке кубок, в котором цветок. И всё такое благоухающее. И, ну, в общем, приятные, радостные какие-то мгновения, моменты, которые человек пережил с вами. Его, конечно, тянет безумно в прошлое, но по каким-то причинам он этого не делает, не пишет вам, не инициирует встречу. А давайте спросим, почему? Почему? Просто сердцем в прошлом живёшь. Почему ты не пишешь? Почему ты не проявляешь инициативу? Ох, рыцарь мечей! Что-то сердится на вас, человечек. Посмотрите, какой у нас агрессивный рыцарь тут. Сердится, какой-то конфликт был, возможно, вспоминает колкие слова. Очень у многих здесь, конечно, такое болезненное довольно расстояние проиграется, когда вы друг другу что-то наговорили, каких-то не очень приятных слов. Соответственно, человек обижен ещё на вас, и это ему не позволяет, конечно, сделать первый шаг. И здесь, конечно, он за вами следит в соцсетях. Рыцарь мечей такой товарищ, конечно. Он древнивый, слежку любит устраивать. И однозначно здесь, конечно, он к вам неравнодушен. Этот человек встречи желает, но гордый слишком, чтобы написать. А если вы ему сами напишите? Вот мы спросим, какая будет его реакция, если вы сами проявите инициативу. Маг, старший аркан. Ну тут, вероятно, человек, вероятнее всего, он это посчитает какой-то манипуляцией с вашей стороны и может припомнить вам старые какие-то огрехи ваши. Обернёт это в свою, как бы, пользу. То есть лучше всё-таки ему, пожалуй, не писать. Сейчас мы спросим ещё у карт. Да, не стоит писать, потому что разочаруетесь вы. Будете недовольны результатом. Он поставит вас в неловкое положение, этот человек, возможно. По пятёрке, пентаклей, в общем, счастье это вам не принесёт. Возможно, здесь стоит закрыть вообще историю. Сейчас мы спросим у высших сил. Ну да, четвёрка кубков. Будет какой-то новый шанс у вас на новые отношения. Будет предложение, приглашение какое-то. Другое для вас судьба готовит. Здесь, вероятнее всего, вы бы с этим человеком были несчастны. И вас просто Бог бережёт небо. Развело вас не случайно. Вот такие у нас получились расклады. Расклад. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что все вы загадали первый и второй вариант. И у вас нет ни у кого таких трудных отношений кармических, как мы разобрали в третьем варианте. Благодарю за внимание. Желаю вам всех благ. Целую вас. Пока-пока.